Наталья Зиганшева у нас сейчас будет выступать. Посмотрим, коснулась ли ее это моровое поветрие, которое затронуло почти что всех гимнасток, исключая, пожалуй, да не пожалуй, а исключая Елену Замолодчикову. Двойная, да, два с винтом, неплохо. Потеряла десятку на приземлении, но это элемент очень сложный. Ну, самое сложное, все гимнасты хитрят, ставят сначала, но она и правильно, пока сила есть. Вот хорошо, полтора первого это и на сальто в темп. По-моему, неплохо. Нет, просто хорошо, Дима, я переживаю и немножко молчу, пользуясь тем, что ты комментируешь то, что она выполняет. Сейчас посмотрим, сумеет ли она с вращениями справиться, насколько я понимаю, не сейчас. Это вот элемент, который называется уже группой С, но опять же, как судья, еще я в этой пассе тоже выступала, она рано опустилась на пятку. Опять же, спорный вариант. Добрый засчитает, недобрый уже может не засчитать. Даже вот так. Тройной пируэт. Оторвала ногу. Акробатику она, кстати, выполнила неуверенно. Да, 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 да. Ну, мы видим некоторые такие при приземлении ошибки, но это ошибки естественные. Ну, вздохни, Наташа. Не хочешь, чтобы поставила нормальную точку? Ну? Рандат, фляг. Давай, на первое, отне мудрства лукаво. Или сорвала? Ну, и ладно. Хоть не было грязи, так скажем. К сожалению. Да. Нормально, Дима, все-таки она так... Мне вообще кажется, что вот Наташа Зигнашина, она не может так некрасиво себя повезти на помосте. Вот даже если будет неудача, она никогда так не ухмыльнется, как сейчас это показала всем Аня Павлова. Она мерзкая, дерзкая, не покинет помост. Ну, она такой бессоля не съест, что называется. А вообще, по международным правилам, не имеет права гимнастка покидать помост. Не имеет права вот такую демонстрацию, как бы все виноваты, кроме нее. Ну, конечно. Я извиняюсь, что я села на эту фамилию, потому что я очень долго терпела и долго за нее болею. И как-то не могу объяснить, чего не хватает. Внимание. Зал блестящий. Тренеры рядом все. И консультанты, все разбирающиеся в гимнастике. Ну, не склалось, что называется. Уж простите за невольный же организм.